Сельскохозяйственное орудие Сельскохозяйственное орудие Новый отечественный производитель сельскохозяйственной техники Уиллокфарм расположен в Исселькульском районе Омской области В компании разрабатывают и производят прицепную сельскохозяйственную технику Среди которых есть пружинные бороны шириной захвата от 12 до 21 метра Посевной комплекс шириной захвата 10,5 метров с различными видами рабочих органов Прицепной грейдер и другая продукция Кстати ссылки на видео о данном производстве и видео с подробным обзором посевного комплекса Вы сможете найти в описании под этим роликом В данном видео мы рассмотрим устройство и сможем увидеть в действии тяжелую дисковую борону Которая получила обозначение дискант мега Данная борона предназначена для традиционной, минимальной, основной и предпассивной обработки почвы Подзерновые, технические и кормовые культуры Уничтожение сорняков и измельчение пожневных остатков крупностебельных культур Модельный ряд дисковых борон предлагает ширину захвата 8, 10 и 12 метров При этом для выполнения поверхностной обработки почвы Потребуется минимальная мощность трактора для 8-метровой бороны от 300 лошадиных сил А для 10 и 12 метровой бороны соответственно от 350 и от 400 лошадиных сил Если же планируется выполнять основную обработку почвы То к перечисленным значениям необходимо добавить еще по 50 лошадиных сил Рабочая скорость дисковой бороны до 16 км в час При этом производительность будет составлять от 7,2 гектар в час В варианте шириной захвата 8 метров и до 10,8 гектар в час В варианте шириной захвата 12 метров Рабочими органами дисковой бороны являются сферические вырезные или гладкие диски Которые могут иметь диаметр 560 или 660 мм Толщина металла, из которого изготавливаются диски, составляет 6 мм Ступичные узлы оснащены подшипниками производства известной фирмы FKL Каждый диск расположен на индивидуальной стойке и отклонен в вертикальной плоскости на постоянный угол В частности передний ряд дисков имеет угол атаки 17 градусов, а второй ряд 20 градусов Каждая стойка режущего диска закреплена на эластомерах, что обеспечивает надежную защиту рабочих органов при работе даже на каменистых почвах Благодаря такому решению выглубляется только тот диск, который столкнулся с препятствием Расстояние между дисками в ряду 250 мм А расстояние между рядами под центром дисков более 1000 мм Отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет дисковой бароне работать во влажную погоду На землях с большим количеством растительных остатков, а также на землях с любым количеством сорной растительности Кроме того, как вы уже заметили, на дисковой бароне отсутствуют чистики Объясняется это тем, что в процессе работы происходит хорошее самоочищение рабочих органов Для того, чтобы изменить глубину обработки, не нужно ничего крутить и применять специализированный инструмент Происходит все достаточно легко и быстро Глубина обработки изменяется путем увеличения или уменьшения числа регулировочных пластин на гидроцилиндрах подъема и опускания опорных колес и прикатывающего катка Регулировочные пластины не нужно снимать и надевать Для изменения глубины достаточно повернуть необходимое количество пластин в другую сторону Такой способ позволяет быстро и легко настраивать глубину обработки, а также избежать утери тех самых регулировочных пластин Благодаря небольшой толщине регулировочных пластин, возможно, достаточно точно отрегулировать глубину обработки как переднего, так и заднего ряда дисков Максимальная глубина обработки дисковой бароной 14 сантиметров За основными рабочими органами расположен прикатывающий прутково-спиральный каток диаметром 550 мм Этот каток универсален и подходит для большинства выполняемых работ Кроме того, уже в скором времени будет доступен тандемный кольцевой каток, который хорошо уплотняет почву и выравнивает поверхность поля Шахматное расположение колец катков увеличивает стойкость к забиванию и способствует дополнительному самоочищению Балансирная подвеска, благодаря которой каток получил шагающий эффект, позволит минимизировать риск повреждения камнями Перед рабочими органами расположены опорно-транспортные колеса размером 500 на 60 и R22,5 Всего таких колес на агрегате 4 Как уже говорилось ранее, они служат для настройки глубины обработки переднего ряда дисков Копирование рельефа поля боковыми секциями А также при развороте в поле позволяют выглубить режущие диски без необходимости подъема рамы всего агрегата В этом случае агрегат опирается на колеса и на прикатывающие катки При переводе в транспортное положение, два опорных колеса, расположенных ближе к центру, выполняют роль транспортных Несущая часть агрегата состоит из четырех основных элементов Дышло и три секции основной рамы Все они соединены в общую раму при помощи шарнирных соединений И здесь нужно обратить внимание на массивность и конструкцию этих элементов В частности основная рама выполнена из трубы квадратного сечения размером 180 на 180 миллиметров С толщиной стенки 8 миллиметров А дышло изготовлено из трубы прямоугольного сечения размером 240 на 160 миллиметров С толщиной стенки 8 миллиметров Несмотря на это в конструкции имеются и дополнительные усиливающие элементы Массивность конструкции дисковой бараны обеспечивает хороший вес А значит помогает добиться увеличенного давления режущих дисков на обрабатываемую поверхность Например, на один метр ширины захвата приходится вес более тысячи килограмм Таким образом дисковая барана хорошо справляется с обработкой как старопахотных земель Так и с залежными и тяжелыми почвами А также с землями, заросшими густым бурьяном Присоединение дисковой бараны к трактору происходит при помощи заднего тягового устройства Кстати, здесь нужно отметить и то, что во время присоединения или отсоединения агрегата от трактора И необходимости изменения высоты прицепной серьги Не нужно ничего крутить или прибегать к помощи задней навески трактора Все дело в том, что в передней части дышла дисковой бараны уже установлен гидравлический домкрат с широкой опорной лапой Который значительно облегчает и ускоряет процесс присоединения или отсоединения агрегата от трактора Всего же агрегат имеет четыре отдельных гидравлических контура Поэтому для комфортной работы с ним необходим трактор, который имеет четыре пары свободных гидровыводов Ширина дисковой бараны в транспортном положении составляет 4,3 метра в варианте с шириной захвата 8 метров И 5,5 метра в варианте с шириной захвата 10 и 12 метров Кроме того, с этого года начнется выпуск дисковых барон с транспортной шириной до 3 метров Хочу сказать то, что дисковые бараны постоянно модернизируются и улучшаются Поэтому уже сегодня конструкции показанных агрегатов имеют некоторые отличия Чтобы узнать более подробные и актуальные параметры рассмотренных дисковых барон А также узнать их стоимость Вы можете перейти на официальный сайт компании Или же позвонить по соответствующим телефонам На всякий случай все необходимые контактные данные я оставлю в описании под этим видео Ну а сейчас я предлагаю познакомиться с дисковой бараной шириной захвата 10 метров В деле на обработке паров и обработке поля после уборки зерновых культур Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 это мы это у нас сегодня а короткий день такой но обычно бы с 5 часов утра 4 по стопенам приезжают и вот за это время сколько например вот в агрегате с и вот этот трактор вот с этим дискатором сколько получается по гектарно закрывать например в среднем думаю я думаю 50 я я то могу спросить лучше знаю ведь а завод смену этот дискатор субан может закрыть холик а если открытое поле ведь войдных это много чего зависит если прям чисто поле войдных 100 может можно сделать войд говорит есть околки то 60 можно сделать околки это вот такие вот как в лесах и все время крутишься и крутишься и крутишься если например у у людей большие поля да он говорит что можно сделать это за смену одиннадцать часов примерно 10 10 часов вообще вот так в обслуживании в ремонте тяжелый агрегат или нет сложный я думаю нет мы у нас вот эти эти бороны я уже с шестнадцатом году взяла одну барану до сих пор мы ничего не делали так цеплями едем цеплями едем но ведь это конечно они один сезон потом эти все меняют дать диски диски меняют ну а так я я не ну вот может быть что каток износиться вот так но подшипниковые узлы в принципе нормально ходят понятно а вот так расход примерно засекали несколько вот у вас например день смену работать и сколько солярки сжигает примерно получается примерно сейчас по моему как или нет на гектар на гектар получается 7 8 литров понятно но принципе обработка вообще ровная получается до после него очень ровно самолеты сажать а вот эти вот резиновые демпферы на стойках вы их не меняли еще они вот так заводские есть так есть да а так вот передача на какой ходите вы сим за 3 как сказать но второй режим третий передача за 3 11 13 15 12 16 14 15 15 15 15 16 15 Угу. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.